парни приветствую вас рад видеть и сразу с места в карьер вводный вопрос обоим когда узнали про бой против друг друга сразу поняли бой против кого какие-то мысли в голове или пришлось там залезть шердок в youtube посмотреть против кого кто драться будет них ну на самом деле я еще когда бой в минске смотрел канал бонус забрал я увидел этот бой нужно интересно было бы подраться почему я минске не дерусь я как раз хотел на эту дату и думаю как раз можно было поздним подраться в ростке на этом турнире поэтому принципе я знал кто это был готов хотел давно подраться но саму лиги не просил нет нет улата у тебя первые мысли мест на луке и хорошо какие проблемы говорите да ты погнали но знал кто такой миф я примерно просматриваю так весь дивизион целом так что так конкретно что он нет я так примерно прикидывал что ну кто-то из них какая разница драться со всеми буду у тебя так сложилось что два поединка в лиге эсей оба ты провел дома в минске и оба на краткосрочном контракте скажем так разовом после своей победы над шабадаш им получил долгосрочный контракт безусловно лига предложил мне хорошие условия мы договорились и сейчас я выступаю под знаменами эссе и скажи мне как тебя чувствовать в эссе и первый твой выездной турнир и сразу можно сказать у твоего оппонента на заднем дворе дома на отлично мне нравится биться за границей ни разу не дрался на таком уровне в таком промоушене за границей в основном дома надо начинать что новое так что редкий момент как для для белоруса россия за границей мех если взять твой путь в эссей не самый привычный не самый обычный ты начинал со студенческой лиги попал в янг иглз и уже потом во взрослую лигу скажем так скажи как принципе все произошло и студенческой лиги как поступило предложение ну после студенческой лиги я стал чемпионом там 93 и потом предложили типа в гран-при подраться я сразу согласился ну соответственно только на 84 потому что я в 93 там даже не гонял там 87 приходил вот и после этого я залетел в гран-при и так получилось что я первый бой выиграл техническим нокаутом со второго боя два раза у нас срывался один раз отменили турнир с векоем который тоже в лиге и и вот мы с ним должны были два раза подраться два раза бой снимался и через время то есть получается когда назначили третий раз уже бои и я травмировался у меня проблем были со спиной и за это не получилось после этого у меня был с лиги я соответственно уже 7 гран-при попрал то есть я ушел и потом через время дрался там на рсс и потом то там то сям и в итоге предложили вот на замену выйти с кушаговым то есть я не долго думаю тем более сказали если выходит что предлагаем те контрактом на 6 боев я как бы сразу не долго думаю согласился и сейчас здесь у вас серия у обоих из двух побед и в принципе по схожим сценарием сначала оба победили решением потом могут видели с обмешенными третьем раунде видел ли ты бои меньше и вообще какое впечатление оставили посмотрел принципе что-то такого наверное супер мега ультра экстра класс наверно нет боец и боец далее будем драться без проблем а у тебя есть что-то ультра мега экстра класс все что у меня есть то что ты перечислил я все папа покажу в клетке меха ты видел бой влада когда он получил против шабадаш да видим что скажи и главное ты увидел моменты в которых ты будешь лучшего всего все у него видел чтобы лучше на самом деле ничем не впечатлил он принципе проигрывал в бой и из-за того что устал шабадаш выиграл чудом отдал кимуру и сделаю то есть это детская ошибка его поэтому не знаю ошибка шабадаш шабадаша конечно ну на фоне усталости он просто дал руки он даже не защищался сразу постучался он отмахал не совсем согласен он отмахал первый раунд не вопрос он первый забрал но я выиграл бой победителя не судя так что нет так я же не говорю что я тебя сужу нет нет не считаю что он все равно сдал в конце он отбил все что смог я просто оказался у меня ты передышал да и передышал я не спорю я считаю что в том бою я получил гораздо больше в целом и даже не бой вечера в целом понял что в принципе я могу биться с любым ну я считаю он просто больше он проиграл чем ты выбрал но разумеется кто-то проигрывает кто-то выигрывает но я почему-то выигрываю правильно на этом закончу но увидим у нас первого числа влад после интервью кстати по моему с тобой общались и мне ты повесил такую интригу куда потратишь деньги с бонуса буквально через месяц после этого у тебя была свадьба скажи мне это то самое мероприятие куда пошли деньги были можно сказать да но всех тайно раскрывать не буду я скажу просто что я успех повторю дальше судите сами и вообще я поздравляю тебя созданием семьи как вот этот новый этап повлиял на тебя в национальном плане и это твой первый поединок твоя первая подготовка в качестве скажем так мужа и что это дало тебе в национальном плане были какие трудности или наоборот на счастье на парах веселье понимаешь но скажу наверное даже наоборот мне стало легче потому что когда находишь своего любимого человека он тебя будет поддерживать еще больше когда ты просто допустим встречаешься это одно когда ты живешь человеком это второе когда его муж и жена это совершенно третье это разные вещи и я очень рад что я выбрал свою супругу что у нас не все замечательно я рад что мы с ней муж и жена на меня поддерживает еще наверное даже больше у меня просто стал ответственности больше в целом за семью не не только за себя за жену за какие-то уже там последствия дальнейшие принимать решение уже приходится те которые скажем так раньше я бы принял бы столько свою сторону сейчас приходится учитывать мнение только другой стороны свое уже надо подвигать них если у влада сходу но на сегодняшний день идеальный путь высей ты же начал наоборот свой путь поражения против топового оппонента но сейчас на серии из двух побед скажи ты обрел ту самую уверенность может можно сказать обжился ли ты вот в основной лиги и сей и чувствуешь ли ты что сейчас то время подъема михаил да 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 конечно я на самом деле после хусейна очень сильно вырос в плане ментальности ты врешь хорошо мы же хорошо хорошо молодец и получается прям набрал очень хорошую уверенность то что я могу конкурировать с топовыми бойцами и принципе выходя даже на замену поэтому да думаю освоился в лиге уверенно иду к поясу водички хочешь выпить и волнуешься немножко ладно да не волнуешься у тебя нулевой рекорд 80 и бытует мнение что тот самый нолик на многих поддавливает и вот это существует определенная боязнь потери нуля помнишь тот пост которая опубликовала про меня и сей с моими словами можешь повторить я не уверен что я читал ты не читал ну ладно ты не читал я все ли скажу что я просто выйду сделаю свое дело и пойду дальше и все ноль не ноль это неважно важно то что у меня в голове у меня в голове образ сложился я просто приду и покажу его и все миша есть особенная изюминка в этом поединке потому что ты можешь стать тем кто уберет у влада этот нолик не может оставим более чем ничем не удивишь абсолютно ты говоришь не уверен я уверен как не говорит хорошо он по другому но я боюсь уверенность покажу хорошо я с удовольствием увижу но и в любом случае вы не почувствуешь не переживай вопрос понимаешь знаешь такой момент мне всегда все говорят там я тебе то я тебе это я там смогу вот это там еще что-то еще что-то запомним под любым давлением я становлюсь только лучше ты еще ни с кем не дрался моего уровня а твоего уровня я уверен что когда я тебя выиграю кстати надо бы лишь и запомни давай так когда 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 я тебя выиграю вам бы лучше подраться с шабадаши мне кажется плюс минус у вас такая же антропометрия ты чуть повыше если вы еще не уволили я не знаю он такой достаточно неплохой парень если лига даст ему шанс я думаю что против тебя самое то я буду драться с топами ты можешь делать реванш я выиграл досрочно какой реванш я никогда не даю реванш я просто выигрываю это дальше и все реванш это шаг назад запомнил как раз все лучше влад если ты свой тренировочный лагерь я знаю проходил в таиланде были именитые бойцы али багов присутствовал скажи получилось ли у тебя с ним поработать он сейчас усиленно готовится к своему гран-при тоже противостоянию против рашина магомедова или может с кем-то еще и из именитых ребят поработал в таиланде когда я туда приехал в принципе сразу понял увидел уровень почувствовал он прям чувствуется там даже без тренировок примут эта энергетика она очень чувствуется с баговым али работали очень хороший парень в плане отношения помощи он такой простой спокойный помогает подсказывает мы с ним сколько тренировали сколько боролись много чего подсказывал много чего помогал каких-то моментах решить и в целом как боец принципе он мне очень импонирует и не только он там и висхан магомедов был и абдуль азиз абдуллахабов принципе с парнями прошли хорошие сборы я очень рад так что после этого боя я обязательно к ним съезжу миш знаю что ты обычно готовишься но первый этап проходишь в дагестане потом этап в москве как в этот раз проходил твоя подготовка в этот раз она очень затянулась получается начал готовиться еще в декабре прошел сначала одни сборы потом другие сборы в дагестане работал с очень хорошими бойцами на самом деле топами со всеми и принципе там именно сборах я набираю уверенность в плане того что я не хуже не в борьбе не ударки не вообще ничем а многие даже и лучше вот с кем там тренировался с рамазан имею салхан и как отлично вопрос обоим парня очень насыщенный дивизион средний если какие-то имена на прицеле без вот этого кого даст лига я с тем и подерусь он провожу себя плюс по всем ну вот какое-то имя вот с ним я бы с кайфом разделил октагон 2 но я просто буду сносить голову каждому и все остальное меня не волнует потому что начнешь выбирать смотреть я хочу с этим начну говорить ну вот ты там выбираешься кого-то слабого не слабого считаешь в лидии серии слабые я считаю на например например человек который сидит он просим не хочу скажешь ну когда он упадет он такого не скажет мне лично хочется подраться с топами я уже хочу как раз пройти этот этап и уже подраться с нормальными топами которые будут меня заставлять расти на хорошо то вырастешь хотя бы еще ты говоришь хочешь убиться с топами хочешь россии ну хорошо считаешься топом и сей я считаю себя тем бойцом который способен побеждать это самое главное остальное меня не волнует пацаны в принципе в россии средний дивизион очень шумный есть большие имена считаете ли вы себя теми бойцами теми личностями которые в среднем весе лиги и сей дадут того самого огня миш да на самом деле блин я уже сейчас как бы набрал такой уровень что мне не кажется что я чем-то как и хуже выступаю этим топом всем я со всеми конкурирую с на многим намного выше уровнями в борьбе и ударки и поэтому я уверен что даже могу подраться и сменеем и не сменеем там со всеми и дать им конкурентный бой без проблем готов шуметь я всегда шумлю ничего ничего нового не будет так что это все просто слова миш готов каким-либо провокациям от влада и в принципе в случае таких как отреагируешь не знаю мне такие не нравятся вещи когда там толкается лбом упираются как бараны то есть мы все-таки бойцы они бараны чтобы толкаться все как бы силу все свое умение покажу в клетке ладь будешь провоцировать миша попытайся залезть ему голову я уже в голове так что ну мы пойдем посмотрим друг на друга дальше уже посмотрим что будет самое главное это видеть лицо видеть эмоции человека какие-то нотки я уже вижу остальное я увижу на завершении все это мне будет достаточно и тогда финализируя заключительный вопрос зрители любят прогноз на этот бой миш как считаешь пройдет ваш поединок второй раунда досрочная победа от меня нокаут болячка там неважно на самом деле я могу и задушить могу и нокаутирую мне очень много на самом деле козырей каких которых я еще не показал даже в бою латвы прогноз но второй раунд он молодец посмотрим что будет во втором тоже ставишь что во втором раунде я ставлю на то что я финиширую за отведенный промежуток времени договорились парни вам финальной сгонки легкой отличного восстановления я как зритель с удовольствием посмотрю этот бой